Российского миллиардера Виктора Виксельберга допросили в рамках расследования Мюллера. Адам Голдман, Бен Протес, Уильям Рашбаум, Тенеу Йорк Тимес, США. 6 мая 2018 года. Вашингтон, когда в апреле США решили наказать Россию за вмешательство в американские выборы и другие акты агрессии, они ввели санкции против нескольких самых богатых россиян, которые обогатились благодаря своей близости к правительству президента Владимира Путина. Теперь выясняется, что один из этих россиян, Виктор Виксельберг, стал участником еще одного процесса, направленного на противостояние российскому вмешательству в выборы, а именно расследование под руководство специального прокурора Роберта Мюллера, Роберт С. Муэллер III. В этом году федеральные агенты, работающие вместе с Геном Мюллером, задержали господина Виксельберга, российского миллиардера и бизнесмена, в аэропорту Нью-Йорка, осмотрели его электронные устройства и допросили его, о чем сообщили источники, знакомые с ситуацией. Агенты задержали его сразу после того, как он сошел с частного самолета, и это случилось примерно два месяца назад, как сообщил один из источников. Нет никаких признаков того, что господин Мюллер подозревает господина Виксельберга в каких-то противозаконных действиях. Однако в прошлом году господин Виксельберг присутствовал на инаугурации президента США, и интерес к нему свидетельствует о том, что специальный прокурор сконцентрировался на потенциальных связях между российскими олигархами и представителями предвыборного штаба Трампа. Хотя пока не ясно, что именно заставило агентов господина Мюллера задержать господина Виксельберга, его корпоративные интересы и присутствие на церемонии инаугурации господина Трампа считаются одними из возможных причин для проверки. Господин Виксельберг также присутствовал на обеде, который состоялся в Москве в декабре 2015 года и на котором одним из гостей был первый советник господина Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Флинн, Мичель Т. Флинн, сидевший рядом с Ганом Путиным. Тот обед был организован российским англоязычным каналом РТ, который финансируется Кремлем. Господин Флинн был отправлен в отставку спустя несколько недель после инаугурации господина Трампа в связи с тем, что он ввел вице-президента в заблуждение касательно содержания его беседы с тогдашним российским послом в США. В декабре господин Флинн признал себя виновным в том, что он солгал агентом ФБР, и согласился сотрудничать со специальным прокурором. Другой возможной причиной интереса господина Мюллера может быть бизнес господина Виксельберга на Кипре, государстве, которое считается настоящим магнитом для российских денег. Господин Виксельберг контролировал компанию, которая была крупнейшим акционером Банка Кипра. Примерно в то же время, когда господин Виксельберг вкладывал средства в этот банк, будущий министр торговли господина Трампа Уилбур Рос, Уилбур Эль Рос, был его вице-президентом. Ранее об интересе господина Мюллера Гану Виксельбергу ничего не сообщалось. CNN сообщила, что агенты специального прокурора остановили какого-то российского олигарха в аэропорту Нью-Йорка, однако его имя было неизвестно. Приглашение на инаугурацию господин Виксельберг получил от своего кузена и делового партнера Эндрю Интротера, Андрео Интротер. Господин Интротер, американец, живущий в Нью-Йорке, пожертвовал 250 тысяч долларов на проведение церемонии инаугурации. Как сообщил один источник, агенты спецпрокурора Мюллера допросили господина Интротера, хотя никаких данных о том, что он подозревается в противозаконных действиях, нет. Источник, близкий к Гену Интротеру, рассказал, что один американский друг господина Интротера уговорил его присутствовать на инаугурации и что он хотел использовать эту поездку для того, чтобы встретиться со своими деловыми партнерами в Вашингтоне. Документы, которые предоставил этот источник, доказывают, что господин Интротер намеревался провести несколько деловых встреч в те выходные, на которые была назначена инаугурация. Господин Интротер является главой компании по управлению инвестициями Челумбусного, чей крупнейший клиент – группа Ренова, обширный конгломерат господина Виксельберга, который работает в энергетическом и других секторах. Господин Виксельберг, чье состояние, по данным Форбес, достигает 13 миллиардов долларов, заработал его на нефти и металлах. И по мере роста его состояния укреплялись его связи с Кремлем. Господин Виксельберг является одним из тех российских олигархов, которые заработали свои состояния в самом начале постсоветского периода и сумели сохранить их при Гене Путине, когда многие другие отправились в тюрьму или были вынуждены покинуть Россию. В 2010 году тогдашний президент Дмитрий Медведев назначил господина Виксельберга руководителем масштабного проекта в Подмосковье. Господин Виксельберг, который, по слухам, поддерживает достаточно крепкие связи с Геном Путиным, стал одним из семи связанных с Кремлем олигархов, против которых администрация Трампа ввела санкции в апреле. Решение администрации Трампа ввести санкции против господина Виксельберга Ренова подтверждает его предполагаемую близость к Кремлю. Эти санкции, введенные против семи самых богатых россиян и их компаний, а также против еще 17 правительственных чиновников, должны были стать наказанием для тех, кто обогатился при режиме господина Путина. Тем не менее, господин Виксельберг, уроженец Украины, поддерживает тесные деловые связи с США. Он основал Ренова в 1990 году как российско-американское совместное предприятие, если верить данным из архива на сайте этой компании. В период оттепели в российско-американских отношениях, то есть в период политики перезагрузки отношений, господина Виксельберга назначили координатором проекта Сколково, чтобы привлечь инвесторов из Кремниевой долины в этот технологический парк в Подмосковье. Вся страна нуждается в каком-то прорыве, сказал он в интервью Неу-Йорк Тимес в 2010 году, комментируя этот проект. Господин Виксельберг также пожертвовал средства на сохранение Форт-Троса, национального парка в Калифорнии, где есть русское поселение 19 века, чтобы он продолжил свою работу в период финансового кризиса. Сколотив состояние на алюминии сибирской нефти в 1990-х годах, господин Виксельберг вместе со своими партнерами заключил в 2003 году крупнейшую в российской истории частную сделку, создав с британской компанией БП совместное нефтяное предприятие под названием ТНКБП. Но в скором времени руководители ВРС стали подозревать своих российских партнеров в тесных связях с ФСБ и другими российскими службами безопасности. ФСБ устанавливала гриф секретности на картах нефтяных месторождений и пристально следила за сотрудниками из Великобритании. Однажды, в момент деловых споров с россиянами, вооруженные полицейские провели рейд в московском офисе ВР. Во время того конфликта россиян с ВР один из партнеров господина Виксельберга Герман Хан появился на обеде с участием одного из руководителей ВР, устроенном в охотничьем домике в российском лесу, с хромированным пистолетом. Об этом стало известно благодаря публикации одного документа госдепартамента на сайте Уэкилиакс. В разговоре с этим руководителем ВР господин Хан признался, что он читает фильм «Крестный отец» 1972 года учебником жизни. Господин Хан тоже попал в поле зрения специального прокурора. Алекс Вандерцван, голландский юрист, приговоренный к 30 дня тюрьмы за дачу ложных показаний в ВР, является его зятем.